Вы знаете, мы сегодня рассказали историю, таким пунктиром, историю жизни композитора Леонида Половинкина, к сожалению, незаслуженно забытого. И мне бы хотелось, чтобы люди, самое главное, пришедшие сегодня, может быть, они что-то и не поняли, может быть, что-то не прочувствовали, но, по крайней мере, если бы они здесь не заинтересовались и сказали, а кто это, ох, какую музыку он сочинял, а он действительно сочинял очень хорошую музыку, действительно незаслуженно забыт. Вот если они зададутся вопросом, потом придут домой или прямо после спектакля зайдут в Википедию или куда-то еще и узнают, кто такой Леонид Половинкин, и послушают его музыку, наверное, для меня это будет самый главный результат. Конечно же, история отбирает для себя лучшее, и можно, наверное, сказать, ну, наверное, он не лучший просто-напросто, а остались в истории те, но, к сожалению, зачастую это не так, зачастую какое-то стечение обстоятельств роковое, и люди забываются, а люди талантливые, и не менее талантливые, чем те, кто остались в истории. Поэтому история – штука несправедливая, история переписывается много раз, как мы знаем, и вот как раз с этими переписями и с этими несправедливостями уходят имена очень заслуженных людей. Мое мнение, что Половинкин заслуживает, и что это талантливый человек, который писал конструктивистскую музыку наравне с Малевичем, Филоновым, Кандинским, в художественном искусстве, наравне с Маяковским, Бурлюком и далее с футуристами в поэзии. Это был человек, который делал что-то новое, революционное в музыке в нашей стране в 20-е годы. Ну, мы все знаем, что постигло этих людей в 30-е, и большинство из них, и, к сожалению, Половинкин не исключение, его не репрессировали, но прожил он немного. И не мог заниматься тем, чем он хотел, не мог писать эту музыку, его просто запрещали. И на самом деле мы вот сейчас такие благополучные очень жители 21-го века, мы не понимаем, что это значит, когда тебя запрещают. Сейчас вот есть эти у нас повторения, к сожалению, в истории, когда людей запрещают и что-то им не дают делать. Это очень больно, и надо, чтобы мы это понимали.